Всем привет! С вами снова я, Ниагара. Добро пожаловать на очередную серию прохождения Heavy Rain. Вечер среды у нас, количество осадков все возрастает, и это не может не пугать. Так, сейчас Итон добрался до следующего места, к которому ведет его мастер Оригами. Бабочку он там разворачивал. Электростанция, да? Уже даже раны на лбу нет. Ну, он находится сейчас под воздействием обезболивающего. Так, давай попробуем, но я думаю, что вряд ли он тут пройдет. Не знаю, насколько его хватит. Не может пройти. Так, пойдем осмотримся. Вот знак бабочки. Два дня как-то протянем. Самое главное, спасти ребенка. А, вот сюда. Видите, тут бабочка тоже. Полезли. Так. Продолжаем тренировать пальчики. Ой, блин. Аккуратней. Где у нас вход? Давай вот здесь посмотрим. Правда, я очень сомневаюсь, что это вход. Аккуратней. Естественно. Пойдем еще искать. Это ж надо все продумать, да? Вот бабочка. То есть идем за этим рисунком, я так понимаю. Постоянно следуем за ним. Так. Тут все закрыто. Ага. Внутрь. Аккуратненько. Окей. Подожди-ка. Здесь прохода нет. Ага, вот где лезем. Опять та же процедура. Р-2 еще. Подожди. Главное не отпускать в этот момент кнопки. Ах ты черт. Порезался. Показали так еще крупно, чтобы он оставил здесь как будто вот след, улику какую-то. Пойдем. Рисунка больше я не вижу. Где еще бабочка-то? Ага, вот. Рисованность. Вход здесь. Ну давай. Откроем. И там видели? Вот оригами бабочка. Вот кнута. В дверях прямо. То есть нам определенно сюда. Так, подожди, не то, не то. Понажимать надо. Не люблю сцены, когда нужно очень часто нажимать одну кнопку. Вот такие кутае я не люблю. Это что за тренировка мышц пальцев, е-мое. Ну давай. Итан. Не беси меня. У меня иногда почему-то стик не срабатывает. Вот. Почему, не знаю. Так, спички. Спички нам пригодятся. Нужно зажечь, посмотреть, что там впереди. Очень далеко. Ползти. Я так понимаю, что мне придется это сделать. Ой, не то. Давай еще раз. Залезаем. Непонятно, что это такое. Ага, и дверь захлопнулась. Класс. Автоматически. Теперь это все начинает напоминать мне аутласт. Ползанья в таких каких-то шахтах. Там стекло, что ли? Набитое стекло. Ой. Е-мое. Кто здесь только набил? Стекло. Битое стекло. Острое, как бритва. Назад пути нет. Придется ползти вперед. Попытаюсь ползти медленно, чтобы не так сильно пораниться. М-м-да. Офигенно просто. Он же больной урод. Как он все продумал? Стекла насыпал. Так, спичку. Зажигаем. Пламя спички укажет, откуда идет воздух. Я смогу узнать, куда мне двигаться. Угу. Посмотрел направо. Ладно. Знак бабочки здесь. Он тоже здесь, значит, ползал, рисовал бабочек этих. Представляете? Не, ну маньяк есть маньяк. Слушай, подожди, мы что-то тут подранились. Я не знаю, как ползти медленнее, если только останавливаться. Но лежать на стекле тоже не айс. Поджигаем. Так, налево. Окей. Подворачивайся. Так, не торопимся. Офигеть, он все проходы засыпал. Это надо что? Сколько мешков битого стекла было сюда притащить? Ползать здесь, рассыпать? Не, ну не маньяк ли, а? Снова развилка. Так, давай проверим. Куда нам стоит пойти? Налево. Договорились. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот туда. О, кажется, в правильном направлении ползем. Управление, конечно, пипец. Для ваших нервов и пальцев. Сюжет очень интересный. Управление уникальное, да. Я еще нигде такого не встречала, чтобы надо было по 3-4 кнопки одновременно зажимать. И ходит очень криво. Неудобно. Так, теперь направо. Что ж, ладно. Давай. Направо. Вот. О, я вижу выход. По-моему, сейчас все будет хорошо. Перестань ползать по стеклу. Да, блин. Отдышись немножко. О, мое. Эти красные подтеки. Только начинаешь двигаться и все уже. Ну, полежи. Видимо, очень сильно уже изрезался, изранился. Фу. Выбрались. Конец-то. Ну, вот. Все ноги изрезал. Так, икс. Сдаем. Впереди еще какая-то труба. Ясно. Похоже, у меня и правда нет выбора. Ммм. Ну да. Без вариантов. Так, аронин. Полезаю. И икс. Не отпускаем. Так, порядок. А теперь отпускаем, да? Будем еще и чего-нибудь не сломал тут в трубе. Ой, бедная это она. Да что ж тебе так досталось-то? Так. Собственно, мы уже внутри самая электростанция. Только не говорите мне, что это пройти надо. Что за жесть. Тут один раз шарахнет и все. А бабочка на другом конце. Да вы издеваетесь, ладно. И там мы сможем. Так, погоди-ка. Здесь выход еще. А, там трус написано. На дверях трус. Если не пойдет, то он трус. То вот здесь, по-моему, меньше мигает. Пойдем, может быть, сюда. Почелась музяка. Блин. Так, Р1. Давай, мы сможем. Только аккуратно, аккуратно. О, ноль. Давай, давай, давай. Понятно. Значит, нужно искать места, где не так искрит. По-моему, впереди тоже нормально. Ого. Да. Неплохо. Так, Хрикс. Ой, главное ничего не отпустить. И там ты как-то поаккуратней. Ну, вот, со сломанными ребрами только такие упражнения делать. Так, а вот здесь, по-моему, налево меньше искрит. Подожди. По-моему, налево. Вот сюда. Пробуем. Да. Определенно меньше. Чем в тех местах. С тех сторон. Дальше смотрим. Прямо? Да? Скорее всего. Блин. Давай. Ради сына, мужик. Ну, блин. Мы сможем, мы сможем, мы сможем. Господи, какие сложные куты я. Ну, серьезно. С виду ничего такого. Ну, зажми ты и держи. На самом деле. Все пальцы в узел завязались уже. Я так понимаю, это последнее. Вроде как. Последнее препятствие. Отпускаем, да? Вот оно, бабочка. Уф. Ну, это было непросто. Опять послание для мобильника. Бедный парень. Ну, осталось совсем чуть-чуть. Вот ему зачем он посылает эти видео? Издеваются, что ли? Там уже буквы адреса появляются. Или он так его пытается мотивировать? Чтобы он проходил эти испытания. Да. Я надеюсь, что все будет хорошо. Мы разыщем этот адрес. Так, хорошо. Эта глава у нас закончилась. Снова Мэдисон. Электрошок приз. 21. Сейчас уже 60 миллиметров количество осадков. Мэдисон это довольно странное. Приезжаю, говорит, в отель выспаться. Эта она к нему, что ли, заглядывает? О, Господи. Вот ключики. Так, первую помощь надо как-то ему указать. Ой, подожди, подожди, я отпустила. А жать надо, ладно, сейчас. Ой, как я не люблю вот эти моменты. С бесконечным нажиманием. Так, попытаемся его положить на кровать. Он добрался, значит, у нас до номера, но потерял сознание. Офигеть. Не каждый человек вот так придет на помощь. Эйтен, ты слышишь меня? Так, давай посмотрим, что мы можем сделать. А, она может открыть коробку. Не понимаю, зачем ему эти фигурки оригами? Сейчас еще подумают, что он мастер оригами. Что мастерит тут? Ну, не понимаешь, и ладно, собственно. Так, подожди, а может там есть какая-нибудь водичка в холодильнике, нет? Как его привести в чувство-то? Так. Шкафчики. Тоже ничего нет. Ванная и ничего нет. Уже, кстати, в ванной ракурс другой. Так. Да. Ой, ну управление, конечно, вообще просто. Не понимаю, что я должна сделать. Только сесть, не поговорить. Я уж вроде все это... ...осмотрела. Придется тебя раздеть и раны продезинфицировать. Сколько, интересно, у него вообще испытаний осталось? Три, наверное, да? Ну, а то от переломов, очевидно. Так, раз у него сильный жар, у нас там жара понижающая есть. Пойдем за ним сходим. Я помню, в прошлый раз находила. Так, а все забрала. Короче, мне все понадобится. Раньше ходила, выбирала. Я не врач, но сделаю, что смогу. Так, лекарства. Давай, лекарства ему дадим сначала. Жара понижающая. Потом раны обработать. Дезинфинктант. Еще надо было у него брюки снять и вот эти порезы все обработать. Ну, что у него там ноги тоже все изрезанные. Тут как-то непонятно, она обработала, помакала. Продезинфицировала. Так, чтобы нам сделать мазь. Помазать, потом забинтовать. Почему-то только на одной руке. Намазала на раны мазь от ожогов. Ага. Кто же знал, что она от ожогов. Ладно. Так, ой, подожди-ка. Надо, оказывается, все время крутить. А там пропала-то. Кнопочка, я думала, все. Тут нечестно, иногда с экрана она пропадает, да? Он без сознания. Теперь надо ждать и надеяться, что он очнется. Ладно. Она здесь собралась ждать. Очень жаль, что он в таком состоянии, потому что у нас время идет. А мальчик там в яме сидит под дождем все это время. Даже не представляю, насколько сейчас ему там страшно. Сколько это он так пролежал? Как самочувствие? Бывало и лучше. Долго я так лежал? Около трех часов. Почему ты опять мне помогла? Ты меня даже не знаешь. А воспоминания, может... Знаешь, в детстве я всегда перевязывала братьям разбитые коленки и прикладывала лед к синякам. Ну, будем считать это силой привычки. Ты говорила, ты здесь из-за бессонницы. Правда обойти... Ну, не знаю, правда. У меня... У меня довольно сложный период вот уже несколько месяцев. Очень многое надо забыть. Я стараюсь как могу, но... Это сложно. Объяснение, опасность, проблема... Ну, какие у тебя проблемы? Ты что, связался с мафией? Ограбил банк или что-то вроде того? Не ответит, скорее всего, да. Послушай, я благодарен тебе за помощь, но... Для твоего же блага... Лучше не задавай мне вопросов. Я бы могла помочь тебе, я... Никто мне не поможет. Ты и так много сделала, Эдисон. За три часа на ноги поставила. Я ухожу. Береги себя. Ну, действительно, чем бы она могла ему помочь, даже не знаю. Следующую оригами нам надо посмотреть. Номер три. Готовлю бы принести жертву ради спасения сына. И адрес. Ой, как напряжно все это. Новая награда. Я не виновен. Двинусь, я не убивал. Я не замешан в этом деле. Я не убивал детей. Тогда почему ты сбежал от полицейских? Я объяснял. Я не явился к полицейскому надзирателю. Я не хочу обратно в тюрьму. Увидев копов, я струсил. Да, струсил и побежал. Показания проверены. У него алиби на три убийства. Черт, этот придурок так подходил. Я же говорю не он. Сильно обрадовались они, схватили его. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ясно. Пришла мать Шона Марса. Хочет что-то сказать. Несколько месяцев назад, в середине ночи, был страшный ливень. Итан вернулся около трех мокрых насквозь. Я спросила, где он был. Он, он говорил о воде, о дожде. Нес какую-то чушь. Было что-то странное во вслед. Она что, спятила на своего мужа? Вот-то это кто-то чужой. Офигеть. Может, это случайность. Но на следующий день в новостях сообщили о новой жертве мастера Оригами. Найдите сына. Умоляю вас. Совсем с пятого, баба. На Итана донос. Я лейтенант полиции Картер Дуэйк. А это агент Норман Джейден из ФБ. Мы получили данные, что Итан Марс ваш пациент. Мы хотим задать вам пару вопросов. Простите, я не смогу ответить. Прошу прощения. Я связан врачебной тайной. Я не имею права обсуждать своих пациентов. Моё дело найти Шона Марса живым. И мне наплевать на ваши сраные клятвы. Так, тронуть. Тронуть. От вас зависит жизнь Шона Марса. Расскажите, что знаете. Простите, что поделаешь? Прошу вас, уходите. Давайте по-хорошему. Вам же лучше. Давайте только не будем стрелять. Убедить. Вы же не хотите укрывать убийцу. Вы должны рассказать нам, что вам известно, доктор. Вы угрожаете мне? Просто даю бесплатный совет, док. Лучше прислушайтесь. Так. Успокойть Бойка. Довольно. Нам пора идти. Я позвоню в полицию и пожалуюсь на ваше поведение. Блин. Доктор, не будите во мне зверя. Я всего лишь хочу спасти жизнь ребенка. Хоть, чтоб тихоньше мальчикам. И расскажите нам все. А не то я выйду из тебя. Уговорить, наверное. Совсем спятен. Не лезь, не лезь. Не лезь, не лезь. Он что-то знает. И пока не расколется, я не уйду. Я не знаю, правомерны ли эти действия. По сути, он, конечно, прав. Ой, ну так-то зачем? Так. А, угрожащий у нас нет права. Ты имеешь право бить его. Речь идет о жизни ребенка, мать твою. Не нравится, уходи. Так, слушайте. Решил рассказать. Ну, это как бы получается косвенная улика уже. Ох, Итан. Хороший полицейский. Конечно, хороший. Такая подстава подставов. Он изо всех сил пытается спасти сына. Переживает. А тут на него уже целая облава. И все это жена, блин. Ладно. Ребята, пока серию заканчиваем. Продолжим это расследование в следующий раз. И не забывайте писать комментарии. Ставить пальчик вверх. До скорого. Пока-пока.